Великий Гэтсби на сцене Новосибирского музыкального театра. Премьера завтра. Мюзикл поставила режиссер из Петербурга. Там спектакль любим зрителями уже несколько лет. Многие помнят и экранизацию романа с Ди Каприо в главной роли. Каким Джея Гэтсби увидел новосибирский исполнитель главной роли и почему эта история трогает публику, Анна Братушкина поговорила с актерами и режиссером накануне премьеры. Возможно, ожидал, что он нам даже понравится в новой стиле. И поэтому я хотел просить, может быть, мы позовем тебя и как-нибудь в корте и позволите ему тоже зайти. На сцене Новосибирского музыкального театра оживает культовый роман Фитцжеральда «Великий Гэтсби». Исполнитель главной роли Кирилл Бедарев смеется. На Ди Каприо не похож, но своего персонажа понял и прочувствовал. У каждого же свое представление в любом случае, поэтому каждый персонаж видит по-разному. Для меня это человек очень оптимистичный, очень такой целенаправленный, наверное, вот чего в жизни очень редко встретишь, что его и выделяет из общей массы людей. Действия романа происходят сто лет назад, но в мюзикле «Отголосков века джаза» зрителю видит немного, лишь услышит. Музыку немного стилизовали под 20-е годы прошлого века. А вот костюмы, например, вне времени, как и сама история. Ведь случиться она могла и вчера, и сотню лет назад. Мюзикл поставила режиссер из Петербурга Наталья Индейкина. Там спектакль уже завоевал зрительские сердца. Режиссер уверенно откликнется и в новосибирцах. Ведь несмотря на то, что на сцене история американской мечты, оборачивающейся трагедией, роман вполне русский. Сам Фит Джеральд говорил, что вдохновился впечатлениями после прочтения Достоевского. Роман очень страстный, он очень хлесткий, он очень мощный по своей трагедийной, драматической закваске. А русскому зрителю, русскому читателю вообще очень близко страстное прочтение, даже не романа, страстное прочтение жизни. Премьера мюзикла «Великий Гэтсби» завтра и послезавтра в Новосибирском музыкальном театре. Для чего мне все это нравится? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова